Дмитрий, добрый день. Добрый. Приветствую вас в Израиле. Я знаю, что вы здесь уже во второй раз со своим проектом Тинора 21 века. И поскольку это было в прошлом году и теперь в этом, это, на мой взгляд, очень смело, но, видимо, потому что вас здесь очень хорошо принимали в прошлый раз. Расскажите о проекте. Ну, как продюсер я тоже считаю, что это смело. И спасибо тем, кто нас здесь принимает за то, что рискнули за такое короткое время принять нас еще раз. Но, действительно, успех был очень большой. Публика израильская нас принимала необыкновенно тепло, сердечно. Концерты прошли на каком-то совершенно фантастическом уровне воодушевления. И для нас, и с праздником буквально с первой песни, мы слышали отдачу зала. Для нас это самое важное. Вот поэтому, наверное, мы вновь здесь. Ну, а у меня так сложилось, что я уже в Израиле за последние три года, наверное, пятый или шестой раз, потому что и театр, которым я рука ввожу, сюда тоже приезжал уже дважды на гастроли. Новый опера, да. Я знаю, что по прошлому концерту я знаю, что у вас большой, ну скажем, процент зрителей был все-таки ивритоязычный. Там около 80 процентов было израильтян, коренных израильтян, говорящих на иврите, и приехали люди из России, русскоязычные. Как вы это объясняете? Ну, для нас это даже было очень приятно, хотя и неожиданно, потому что мы считаем, что, да, группа, которая принадлежит, в общем-то, России, известность, которая пошла из России. Поэтому, как это принято во многих странах, и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, действительно, процент обычно бывает русскоязычный. Но, видимо, либо великолепная работа наших продюсеров, которые здесь работают, либо то, что, потому что знакомство с репертуаром, естественно, было заранее, все прекрасно начали понимать, что мы действительно команда международная, потому что везде, куда мы приезжаем, мы, естественно, поем европейский репертуар, мировой репертуар. В России, да, мы часто поем песни и советские, и те песни, которые сейчас пишутся, и военная тематика нам очень близка. Да, но вот когда мы выезжаем в любую страну, европейскую, азиатскую, любую, которая только возможна, мы стараемся строить свои программы. Это испанская, французская, итальянская музыка, безусловно. Так что все здорово. О вашем театре мы еще поговорим. Сейчас все-таки о проекте тенора. Ему в этом году исполняется 10 лет. Да, 10 лет нам исполнилось, и я очень рад, что подавляющее большинство артистов, которые стояли у истоков проекта, продолжают в нем работать, и они приедут сюда. Это и Саша Скворков, и Александр Богданов, и Максим Пастер. Максима Пастера, наверное, выделю особо, потому что в прошлом году его с нами не было, по причине его занятости в спектаклях Большого театра. В этом году он здесь, и он мечтал просто приехать в Израиль, потому что здесь живет огромное количество его родственников, и все его ждут, ждали еще в прошлом году, но так сложилось, что его не было. Ну да, наши взаимоотношения, Израиль и Россия, они уж такие очень плотные, очень много друзей, знакомых, родственников. Вы начинали, у вас было 7 человек, а теперь 8. Когда мы начинали, у нас было 5, потому что кухня, на которой мы собрались, чтобы сделать что-то свое, обещало мало народу, и там было всего места на пятерых. И мы решили создать свой собственный проект, теноровый. И вначале это было несколько итальянских песен и оперный концерт, который мы представили в Доме музыки. Этот концерт имел такой большой успех, что нас стали приглашать на различные мероприятия, на концерты в другие города. И когда выяснилось, что работа в театрах периодически все-таки оставляет за бортом кого-то от этих концертов, мы все-таки решили немножко расшириться. Мы сразу пригласили еще двоих артистов буквально на втором году существования проекта. Нас стало 7. Семером мы ездили до 2010 года, после чего к нам уже пришли Сергей Писарев, Георгий Фараджев, Станислав Мостовой, молодые солисты, которые сейчас являются, на мой взгляд, украшением проекта. Сейчас всего 9 человек в нашей команде. Но я говорю, что постоянное количество, самое большое солистов, которые выступают в одном концерте, это 8. Я знаю, что вы немножечко обижаетесь, может быть, я не права, когда вас сравнивают с хором турецкого. Мы не обижаемся, но хорошо, что нас не сравнивают с сопрано турецкого. Но дело в том, что мы же абсолютно разные. Мы работаем иногда даже в одних концертах, но направленность наших концертов, она абсолютно различная. Если ребята, кстати, наш Жора Фараджев когда-то начинал в хоре турецкого, он знает всю подноготную этого коллектива, прекрасно знаком с теми, кто там выступает. У них свой путь. Они поют в основном совместные песни, у них есть хор, у них есть лидер, который всем занимается. У нас, мы даже не льдива, знаете, конечно, тоже и этот коллектив, но мы ближе, наверное, к тройке теноров великих, потому что, невзирая на то, что многие из нас имеют дирижерское хоровое образование, мы не поем хором. Мы периодически дарим публике несколько песен, когда на сцену выходят все солисты. А так все наши концерты строятся по принципу, выбирайте лучшего из нас, а потом мы вам в подарок споем все вместе. Давайте перечислим эту тройку великих теноров, с которых, собственно, все началось. Доминго, Поворотти, Карерос. Разница в возрасте между которыми составляет 6 и 6 лет. Самый старший Лючано Поворотти, к сожалению, ушедший из жизни, но это был прорыв 90-й год, 26 лет назад, чемпионат мира по футболу в Италии, и тогда все, конечно, поняли, что можно из классической музыки делать настоящее шоу. Они же выступали на стадионах. Они выступали на стадионах, они привлекли такую массу молодых любителей классического искусства. Те люди, которые приходят в концертный зал только для того, чтобы посчитать, сколько неточных нот взял тот или иной артист. Вот такие, знаете, мы их называем такими засушенными ботаниками, которые из музыки делают математику. Вот им не место на классическом вот таком оперном шоу. Здесь нужно все воспринимать эмоционально. Я вообще считаю, что любое искусство – это вещь эмоциональная. Знаете, на уровне нравится или не нравится, как говорится, тебя заводит или не заводит, цепляет или не цепляет. Поэтому вот то, что сделали эти три великих человека, тем более это был мощнейший удар, потому что это были медийные личности, каждый из которых, наверное, бы никогда не вышел с другим вместе на сцену, потому что оперный репертуар теноров, он не рассчитан на то, чтобы было два героя. Тенор – это всегда один герой. Поэтому то, что они соединили, смогли сделать, это, на мой взгляд, совершенно выдающаяся была и промоутерская работа. И, в общем, мы знаем всех-всех людей, которые предложили к этому руку, дай бог бы, каждому коллективу и артисту таких продюсеров. Ну да, те 90-е – это было такое время, когда люди совсем уходили из классической музыки, уходили из оперы, уходили в какую-то другую. И они вернули людей и сделали это более популярным. Очень вовремя. Это сделали, более того, отголоски этого звучат до сих пор, потому что очень многие поняли, что надо делать. И я уже неоднократно говорил, посмотрите, кто поет гимны на спортивных соревнованиях, кто открывает Олимпиады, кто действительно выходит на стадионы. Это нынешние оперные звезды – Йонас Кауфман, Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский, все. Роберто Аланье, который совершил тоже несколько чудес вот таких программных, который сделал совершенно фантастическую программу «Сицелиец», который поет киномузыку. Это правильно абсолютно. Мы не можем существовать в рамках стены оперного театра. Это трудно. Я хочу процитировать цитата от Дмитрия Сибирцева. «Тенор – самый трудный солист в управлении, самый капризный в быту, самый нервный на сцене, самый эгоистичный с партнерами». И все-таки вы решили, ну да, на примере этой самой тройки, и вы решили создать этот коллектив. Как вам это пришло в голову? Вы тогда еще не руководили новой оперой? Нет, я новой оперой вообще руковожу всего 4 года. Но у меня пример перед глазами. У меня папа тенор, и всю жизнь, вся его карьера прошла на моих глазах. Я сам начинал учиться как тенор в консерватории, но потом пианизм победил. Я все-таки выбрал профессию пианиста-концертмейстера и всегда работал преимущественно с тенорами. Мне этот голос интересен, потому что я считаю, что это самый эмоциональный голос. А вот свойство характера, то, что действительно люди ощущают себя какими-то исключительными, единственными, действительно очень капризными. Потому что все зависит от того, что взял ты или не взял эту верхнюю ноту. И ты весь день о ней думаешь. И вот мы будем 6 дней в Израиле находиться, смотреть на море, и ни один из нас на море не пойдет, потому что вечером нужно будет петь. Это огромное. Люди жертвуют собой ради искусства и ради того, чтобы потом как можно меньше нервничать перед выступлением, думая, вот действительно, будет ли этот сегодня себе моль или не будет у тебя этого себе моль. Это очень трудно. И по какому принципу вы собирали этих людей? Потому что, вот мы говорим, они капризные, они очень сами в себе, они не любят какую-то рядом с собой. Они же все у вас разные. Абсолютно. И все-таки вы сумели создать коллектив людей, которые, ну скажем, терпят друг друга и даже более того. Ну, в общем-то, конечно, мы уже сдружились давным-давно, и мы проводим время не только в поездках друг к другу. Мы часто встречаемся, мы ужинаем, обедаем вместе, обсуждаем какие-то жизненные ситуации, истории, связанные с репертуаром. Кто-то, кто хочет чего-то большего достичь в проекте, специально приезжает, начинает вести беседы, вот что бы он хотел исполнить и предлагает какой-то свой репертуар. А принцип, он такой. Я со всеми этими певцами раньше работал в качестве концертмейстера на международных конкурсах. Я их немножко изучил, и когда вот сложилось вот такое представление, что можно из них создать определенную команду, то, что критерий, потрясающий профессионализм, выносливость и те человеческие качества, которые позволяют им все-таки быть притертыми друг к другу, а все равно тут во главу угла ставится профессионализм, потому что они понимают, что проекта не будет. Если один из них, допустим, взбрыхнет, скажет, я не буду этого делать, а второй скажет, а ты сегодня болеешь, ну и посмотрим, как ты будешь в этом больном состоянии петь. Нет, вот такого быть не может, болеет один, второй выйдет за него, все споет. У нас был случай, когда наш Саша Захаров два концерта в Южной Корее просто промолчал. И другие ребята, он стоял на сцене по контракту, он обязан был находиться на сцене, он спел одну лишь фразу в каждом концерте, я могу сказать, что это было нечеловеческим голосом спето, потому что голоса просто не было, ну, отрубило, как говорится. Ребята все сделали за него, но сделали почему? Потому что до этого на всех концертах Саша гвоздил все, что только возможно и невозможно, и выручал других. Мы все понимаем, что был такой мультфильм «Приключения капитана» в Рунгеле, я всегда говорю, мы все участники регаты. То есть обязательно 100 вечеров мы в году проводим друг с другом, за это время нам нужно поменьше друг друга нервировать. Ну, а если какие-то бытовые проблемы, то я как, знаете, как боксерская груша, я на себя их приму. Кому-то нравятся такие номера в отелях, кому-то определенная температура сока холодного или не холодного, который нам принесли в гримерку, все это все такие мелочи. Ну, можно простить, можно простить. Вы представляете, как трудно их женам, которые живут вместе с ними и прекрасно понимают, что они обделены каким-то вниманием, потому что человек в большей степени все равно думает о том, как он будет выступать. И я недавно высказал мысль даже в интернете, это прошло, что у меня потом было очень много диалогов с различными людьми. Как вы можете такое говорить? Я говорю, понимаете, певец, он работает, живет для того, чтобы петь 11 месяцев в году постоянно. Что он делает один месяц? Он обязан отдыхать. Отдыхать он преимущественно должен один. На море, но один. Не со своими близкими, потому что это будет тогда не его отдых, а отдых его семьи с ним. И он будет выполнять работу какую угодно, но только не человека, ради которого все делается. К сожалению. Пусть он месяц поваляется на море, на солнце, потом захватит, может быть, недельку со своими родными, тогда все будет нормально. Но вы понимаете, что ему потом работать. И когда он в моменты авитаминоза, где-нибудь в марте, феврале, он скажет, а я больше не могу, вот тогда вам придется вытерпеть гораздо больше ужаса вот такого домашнего, бытового, потому что он каждый раз будет говорить, все, я уже закончился, он должен допеть до июня. Это закон, но так происходит. Вы это знаете на собственном примере, на примере своего папы. На примере своего папы, да. И это общение с ними, конечно. У вас, как у концертмейстера, есть даже какие-то там, я знаю, дипломы специальные, лучший концертмейстер. Да, да, это, конечно, международные конкурсы, которые проводились и в России, и за рубежом. Я, конечно, благодарен великой русской певице Ирине Константиновне Архиповой за то, что когда-то она услышала мою игру на одном из конкурсов, и это была такая долгая наша с ней взаимная любовь, потому что она как-то ко мне очень тепло отнеслась. Поначалу я ездил на все конкурсы из того города, где я работал, из города Самары. До этого вы были в Екатеринбурге? Да, до этого я учился в Екатеринбурге. Потом она меня волевым усилием перетащила к себе в Москву, в свой фонд. Я там несколько лет работал художественным руководителем программы ее фонда. И, конечно, вот за это время я и обрел вот такие отношения, дружбу с теми людьми, с которыми я сейчас вместе выступаю. Вы же москвич, и вы вдруг взбракнули, уехали в Екатеринбург учиться, потом в Самару работать, и она вас, собственно, вернула в Москву. Ну, это была такая неожиданная достаточно ситуация, потому что я заканчивал училище чуть позднее, чем все остальные. У меня все время, параллельно с моей музыкальной жизнью, все время шла рядом спортивная. Ну, вы футболист. Я футболист, да. И я в тот момент, когда надо было сдавать экзамены в училище, я получал какую-то травму, приходилось брать академический отпуск. После этого я только через год сдавал экзамены. И кончилось все тем, что когда я заканчивал училище, у меня уже прошли все сроки, когда мне нужно было идти в армию. И так получилось, что в консерваторию мне уже в московскую просто не давали поступить. И я уехал в Екатеринбург. В консерваторию в московскую не давали поступить. Перед таком папе и перед таком деде, уважающим дед легендарный. Ну, мы же не отвечаем за успехи наших родителей. Где-то у вас был аккордионист красноменного ансамбля. Песня и пляски, да, имени Александра. Первый баян, да. И именно под его звучание и под звучание его товарищей уходили на фронт с белорусского вокзала целые эшелоны. И, конечно, мы все это помним. И у меня многие прошли через этот коллектив. И мой отец там в бытность еще его баритоном работал в этом ансамбле. И мой дядя... Это страшно. Я помню себя совсем маленьким, когда отец переделывал свой голос из баритона в тенор. Это было страшно, потому что его психология, его настрой такой и напористость свойства характера, они не соответствовали голосу лирического баритона. Потому что лирический баритон, он изъясняется степенно, спокойно, он редко бывает горячим. Горячим он бывает только последние три минуты в спектакле Евгения Онегина. В основном это вот такой холодный персонаж. К сожалению, так сложилось. Драматического баритона у отца не было. Регалетто он петь не мог. А вот такие партии он пел. Ему было в них тесно и скучно. Он должен был петь Канио, Германа, он должен был все время на сцене. Нужно было, чтобы либо его убивали, либо он убивал, либо это была какая-то страшная любовная история. Ему хотелось именно вот этого. И поэтому он совершил такой эксперимент. В 38 лет он переделал свой голос в тенор. И это был очень успешный эксперимент, потому что тенором он добился, конечно, очень больших высот. Хотя, как мы всегда с ним говорим, тембрально немножко потерял, потому что голос как баритон у него был совершенно небесной красоты, просто фантастический. Но человек каждый выбирает свой путь. Ну да, там где ему интереснее. Я же сам остановился где-то между баритоном и тенором, потому что, когда я пою в нашем проекте, меня после концерта спрашивают, ну какой же ты, в общем-то, тенор? Это же баритон. Я говорю, ну я пою просто более низкие партии в общих вещах и стараюсь не очень сильно напрягаться в своих сольных песнях, в основном где-то выдавая какие-то вот именно тембральные характеристики и содержание песен. У каждого своя история в проекте. Один отвечает только за вот эти космические верхушки, а другой должен давать что-то другое. И пищу для ума и сердца. Да, очень интересно. Я как-то раньше об этом не задумывалась. Это и свойство характера, это и много всего другого. Потрясающе. Давайте теперь поговорим о новой опере. Вы приняли на себя этот театр в такое время, когда... В общем, вам было нелегко. Ну, любому человеку нелегко. Но опять же, пример отца. Десять лет человек был директором и одновременно ведущим солистом Самарского театра оперы и балета. Мы с ним вообще идем параллельно. Я думаю, что нет такой династии семейной, которая может сказать, что... Я был членом жюри фестиваля «Золотая маска», и я был членом жюри. Он был членом жюри конкурса «Глинки», и я был членом жюри конкурса «Глинки». И так же получилось с директорством, потому что этому как раз помог очень сильно теноровый проект, потому что власти Москвы, они обращали внимание, они нас всегда приглашали на самые знаковые мероприятия. И тогдашним руководителям Департамента культуры города Москвы был как-то задан вопрос, а почему они не работают официально в структуре московской? На что ответ был получен такой, а зачем им надо, и у них и так все хорошо. Говорят, а как может быть хорошо, если власть не поддерживает, какие-то не делает вот таких движений? Они говорят, ну потому что это достаточно грамотное руководство, продюсирование и так далее. Так давайте что-то сделаем. И когда возникла ситуация, что нужно было менять директора именно в новой опере, вот, видимо, обратили внимание на меня, попросили написать свою программу развития оперного театра. Я ее написал, и на конкурсной основе я эту программу выбрал. Хотя, вот открою вам такой секрет, честно сказать, никогда не хотел быть, как мы это называем, на государевой службе. Мы все люди вольные, мы свободные, и одним из моих условий работы на этом месте это была абсолютная свобода творческая и абсолютно свобода личная. Вам бы ее получили? Думаю, что да, раз я успеваю совмещать деятельность директора и деятельность руководителя проекта, меня это устраивает. Могу сказать, что если одно будет мешать другому, я, конечно, выберу теноровый проект. Что вы говорите? Ну потому что это родной ребенок, а это ребенок, которого я усыновил. Это все-таки разные вещи. Но, опять же, хочу вам признаться, потому что, когда уже стоял вопрос, согласен я или не согласен, я еще колебался, но в этот момент мы поехали в одну поездку, и именно солисты театра «Новая опера» устроили мне там такую небольшую истерику по поводу того, что их что-то там не устраивает. И вот они, в общем-то, вели себя не очень хорошо, я это все на себе вот так, на себя принял, потом отряхнулся, не стал ни с кем скандалить, мы провели концерт, но я позвонил в Москву и сказал, я согласен, потому что мне очень хотелось посмотреть на их лица на следующий день. Слышите, вы все-таки спортсмен, поэтому спортивный азарт и спортивная воля, я думаю, что они вот как администратора вас... На следующий день, когда было объявлено, что я стал директором, мне передали, что была такая история, когда двое из них сидят в театральном буфете, один другому говорит, а ты слышал, что Диму назначили у нас директором? Говорит, да, я слышал, а еще я слышал, что ты ему вчера в городе Киров говорил. Так что, ну, естественно, никаких, ну какие там, ну ни санкции, ни репрессии, ничего, хотя в Москве очень многие думали, что сейчас в театре начнется засилие тех артистов, с которыми я работаю, что другие не получат выхода своему творству, нет, в общем-то, все объективно. Из тех ребят, которые работают в проекте, с них спрос еще больше, и некоторые из них даже, в общем-то, где-то лишились того репертуара, который они пели раньше, потому что я прекрасно понимаю, что в театре, если говорить об оперном творчестве, есть люди не менее, а может быть и более сильные, или более молодые, или те, которые свою карьеру посвятили только оперному творчеству. То, что ведь мы делаем, оно все равно отражается на нашем пении оперном, потому что если ты сегодня выходишь петь на огромный зал без микрофона, а завтра тебе предстоит петь в полголоса песню Бабаджаняна, все равно это влияет на твою манеру. И, конечно, мы все не идеальны. И когда меня спрашивают, так все-таки, а почему же люди работают у вас в проекте? Я говорю, понимаете, они работают, потому что, видимо, у них есть какая-то все-таки определенная неудовлетворенность от их оперной жизни. Они не поют каждый день в Метрополитен, они не поют каждый день в Ковингарден, они поют в достойных театрах, поют достаточно много, но все равно этого для них мало, чтобы чувствовать себя полноценными артистами. Поэтому находится выход вот такой эмоциональный в нашем проекте. Ну, представьте, что мы бы в этом проекте, мы бы сейчас позвонили Роберто Аланье или даже Мите Корчаку бы позвонили и сказали, Митя, давай вот с нами попоем. Но он сказал бы, ребят, ну зачем вы мне нужны, у меня все хорошо. Поэтому, а здесь, конечно, мы понимаем, что мы иногда теряем на полтора месяца. Максим Пастер уехал петь в Мюнхенскую оперу, там Сережа Писарев сейчас поет в Лейпциге. Мы ничего с этим сделать не можем, но мы знаем, что остальные 10 месяцев он, допустим, с нами, и он работает в проекте, потому что у него этой оперной истории нет на 10 лет расписанной вперед. Но это не значит, что он стал хуже, он просто выбрал такой путь. С 21 по 25 июля вы привозите в Израиль новую программу под названием «Набис». Приоткроете немножечко тайну, что там, кто там, что вы будете исполнять «Набис». Ну, я думаю, что само название, оно говорит само за себя, потому что, конечно, есть песни, которые очень полюбились публике с прошлого года, и мы не могли не повторить их. Я отобрал примерно 10-12 песен, которые прозвучат вновь, правда, в них есть маленький секрет. Некоторые произведения у нас будут петь другие певцы. То есть, например, песню «Луна», если в прошлом году пел Сергей Писарев, в этом году будет петь Станислав Мостовой. В прошлом году песню «Мама» пел Рома Муравицкий, а в этом году будет ее петь Максим Пастер и так далее, и так далее. Или, например, дуэт «Перте» я буду петь в этом году не с Писаревым, а с Пастером. То есть, есть вот кое-какие различия. И остальные песни, которые мы хотим очень показать публике, они ничем по своему качеству, по своему мелодизму и известности не уступают тому, что мы пели в прошлом году. Но нам хочется все-таки показать что-то новое. Ну и обязательно, как в прошлом году мы пели песню «Золотой Иерусалим», обязательно одна песня на языке страны, в которую мы приезжаем. И в этом году эта песня специально написана буквально совсем недавно для нас. Песня «Там за стеной плач» Вадим Ховизон и Илья Брохес написали эту песню. Специально к нашему приезду? Мы выпустили сингл с этой песней, и я очень надеюсь, что она понравится публике, потому что это будет первое исполнение в Израиле. До этого эта песня нигде не звучала. Замечательно, любители теноров, вы слышите, о чем мы говорим. В прошлый раз это была взорвавшаяся бомба, сейчас это будет непременно фейерверк. Но все-таки последний вопрос, ну, на закуску, что называется. Я знаю, что, ну не я знаю, но это принято так, тенора, они поют о любви. А что для вас любовь? Вы знаете, вот, ну, мы же очень эмоциональные все, и мы, естественно, у нас есть программа, которая называется «Пэшн», «Страсть». Вот в этой программе, наверное, видно абсолютно отношение каждого из солистов к женщине, потому что ведь для одного это приключение, для другого это какая-то более длинная история. Третий, он обязан быть постоянно страдающим, постоянно, причем, наверное, не столько любить тот предмет, а любить себя страдающим. И это все видно у каждого человека по-своему. Мне в своей жизни повезло, я испытал это прекрасное чувство в своей жизни, и мне есть что сказать. И более того, когда у нас в жизни есть какие-то потери, связанные в том числе и с потерями тех людей, которых мы любим, наверное, это отражается на нашем творчестве, и тогда публика слышит, что на сцену перед ней выходит человек, который очень много пережил. Потому что когда мы поверхностные, когда мы воспринимаем всех, кто нас окружает, в том числе и тех замечательных женщин, которые нас окружают, когда мы их воспринимаем как предмет вот такого развлечения и хорошего времяпровождения, мы становимся такими же легкими и поверхностными на сцене. У каждого из нас есть та история, которая ему очень дорога. Я не буду сейчас говорить про каждого солиста, я все эти истории знаю. Вот что для вас любовь? Вот три слова. Для меня любовь — это когда тебе очень хочется приходить туда, где тебя ждут, и где ты чувствуешь себя абсолютно естественно, можешь делать все, что угодно, потому что для публичного человека это самое важное. И когда рядом с тобой есть человек, которого ты любишь, если это еще и мать твоих детей, то это вдвойне прекрасно, потому что не у всех это удается, как говорится, совмещать. Мне, слава богу, в этом повезло. Я и в прошлом году приезжал сюда со своей женой, и в этом году моя жена будет вместе со мной. Но никакого отношения к нашим концертам она иметь не будет, потому что она поедет отдыхать, а мы поедем работать. А потом уже останемся с ней здесь на несколько дней, и будем хоть наслаждаться тем коротким отдыхом, который у нас будет. И тогда уже можно будет и загорать, и в море зайти? Ненадолго, потому что реалии такие, что 3 августа у нас уже серьезнейшая программа советского танго в сибирском городе Омске. И это тоже достаточно ответственно. Не менее ответственно, чем гастроли в Израиле. Спасибо вам большое, Дмитрий. Удачи вам. Спасибо. И приезжайте еще, радуйте нас. С удовольствием. Дмитрий Сибирцев, человек, для которого любовь, это когда тебе хочется прийти туда, где тебя ждут. Редактор субтитров А.Семкин